На российском крейсере Адмирал Кузнецов произошел пожар. В это время военный корабль, напомню, находился на ремонтном заводе в Мурманске. Там его чинят уже более пяти лет. Сделать должны были еще в 2021 году, но на корабле упала одна из мачт. Теперь продолжают ремонтные работы еще из-за пожара. Примечательно и то, что это единственный авианосец, который есть в Российской Федерации. Для примера, у тех же Соединенных Штатов Америки их 11. По словам российской стороны, возгорание на Адмирале Кузнецове удалось потушить. Ущерба крейсер не получил, в принципе, как, наверное, и крейсер Москва. Вместе с тем, подобные происшествия – это довольно нередкость для российского флота. Подробнее о состоянии Черноморского флота Российской Федерации в том числе, в этом разбирались наши коллеги. Российский военный флот – второй по мощности в мире. Однако, как это свойственно России, лишь на бумаге. Большинство кораблей и подлодок были введены в эксплуатацию еще в 90-х годах, а сегодня уже значительно устарели, как и система управления морскими силами. Конечно же, мы видели, что это где-то наши технологии 50-х годов, которые они украли. Потому что они даже иногда не понимали, почему они это делали, чтобы выглядело, как у нас. А для чего понятия не было. Это было такое все устарелое. Но это не только, что оно было некачественно сделано. Сама система некачественная. Сами, да, были там профессиональные, конечно, военные, профессиональные офицеры. Но в основном это рабская армия. Сегодня в таких высокотехнологических системах рабская армия не работает. Война, развязанная Путиным против Украины, вскрыла несостоятельность военно-морских сил России. По крайней мере, Черноморского флота. Он в ходе военной кампании был практически разгромлен страной, у которой флота нет. По данным ВСУ, уничтожено 16 российских кораблей и катеров. Наиболее болезненный удар затопления крейсера «Москва». Черноморский флот вообще традиционно был такой не очень хороший флот. Хотя его так всегда распевали. Но он традиционно сам себя всегда топил. И тут вы еще ему помогаете топить его. Поэтому это такой флот утопленников, как можно сказать. Это очень слабо. Как морская сила, они всегда были слабы. У них нет авианосцев, у них нет достаточно морской авиации, которая могла что-нибудь сделать. Но в статистике потерь Черноморского флота России еще нет нового флагмана, заменившего Москву, фрегата «Адмирал Макаров». Он получил существенные повреждения во время нападения беспилотников на Севастопольскую бухту 29 октября. Состояние флота у России удручающее. После того, как Украина, я уверен, уничтожит в скором времени Черноморский флот, это как раз произойдет из-за того, что у нас есть очень передовой компонент морских дронов, у нас есть противокорабельная ракета. Гарантировано уничтожение, потому что 300 километров дальность поражения от Украины, я думаю, с флотом России будет очень быстро развиваться ситуация. Это все превратится в металлом, который, к счастью, больше никому не будет угрожать. Эксперт также отмечает, что любая потеря очень болезненна для российского флота. Ведь в стране отсутствует производство, способное создавать корабли нового поколения. С 2014 года они не могут строить даже советские фрегаты. Не говоря уже о своих новых фрегатах нового поколения. То есть не попробовали, но на самом деле они один корабль смогли спустить на воду, но он до сих пор так толком в состав флота и не вошел. Они переключились на строительство маленьких кораблей, то есть до тысячи тонн. Ну то есть для понимания фрегат это где-то 4-5-6 тысяч тонн, крейсер может быть 10. Осложняют положение российского военного производства также и санкции, введенные Западом. Теперь Россия лишена высоких технологий, позволяющих оперативно восстанавливать, модернизировать и строить даже небольшие военные корабли. А собственными технологиями страна похвастаться не может. Однако по словам экспертов, флот Российской Федерации все еще представляет собой угрозу, которую рано списывать со счетов. Василий Понасюк для телеканала Freedom. Подробнее тему обсудим с нашим гостем Владимир Заблодский, военно-морской эксперт, обозреватель Defense Express. Здравствуйте, Владимир. Владимир, слышите ли нас? Проверяем связь. Есть небольшие проблемы со связью, мы так понимаем, коллеги. Давайте попробуем с Владимиром связаться. Тема российского флота далее будет звучать в нашем эфире. Но чтобы понимали, да, наши зрители, в основном, когда говоришь о военно-морском флоте Российской Федерации, наверное, чаще всего подразумевают Черноморский флот России. Не только такой есть у Российской Федерации. Есть еще Техоокеанский, есть Черноморский, уже вспоминаемый. Есть Северный, есть Балтийский флот, есть Каспийская флотилия. В том числе в некоторых из вышеназванных происходит базирование российских кораблей, иногда с носителями типа ракет типа «Калибр», которыми российское государство-террорист бьет по территории Украины, уничтожая критическую инфраструктуру, а также убивая мирных граждан Украины. Впервые о уничтожении непобедимости флота Российской Федерации начали говорить после определенных событий с крейсером Москва, флагманом Черноморского флота Российской Федерации, якобы сам загорелся, либо море помогло, как говорят Нептун, в этот день был зол на российский флот. После уничтожения фактического флагмана Черноморского флота Российской Федерации, а впоследствии еще и нанесения ударов по фрегатам российской армии, российского флота буквально в бухте Черноморской, фрегатам был нанесен удар, напомню, неизвестными беспилотниками морского базирования, морского типа, этот миф был, собственно, полностью уже разрушен. Может ли Российская Федерация заменить существующие, либо улучшить существующие корабли? Это, наверное, самый главный аспект нашего с вами, нашего разговора, который мы планируем провести с нашим гостем, ждем пока его на связи, тем не менее, а как говорили наши коллеги, спасибо нашему коллеге Василию Панасюку за такой разбор, самый главный аспект это технология. Единственное государство, которое может помочь Российской Федерации в этом плане, которое не вводило значительных санкций, вообще никаких санкций в отношении России, это Китай. И Китай, в принципе, мог бы помочь, если не будет бояться вторичных санкций со стороны украинских союзников. Зато масштабные санкции других государств, в частности Соединенные Штаты, расширяют санкционный список и вводят ограничения против 10 российских компаний, которые помогают сектору обороны России. Санкции при этом по этим структурам предусматривают замораживание активов. В перечне предприятий, производящие военно-морской арсенал России. Одна из крупнейших компаний «Ригель», которая снабжала российский флот разными аккумуляторами и другими деталями более 15 лет. Также под санкциями оказался производитель навигационных систем для российских боевых кораблей компания «Электроприбор». Как отметил государственный секретарь США Энтони Блинкен, санкции против российских военно-морских организаций Соединенные Штаты вводят после военно-морских операций России, конечно же, против украинских портов, в том числе поставляющих мировое продовольствие и зерно. Блинкен заверил, что Соединенные Штаты будут использовать все меры для сдерживания российской агрессии, пока Кремль не прекратит войну в Украине. И продолжим беседу с Владимиром Заблодским. Уже есть у нас с ним связь. Владимир, как слышите? Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Нормально слышу. Итак, вопрос с санкциями. То есть влияние на технологии Российской Федерации дальше. Это потери, которые были со стороны вооруженных сил Украины, те, которые сейчас у Российской Федерации. Ну и плюс сама устаревшая техника. Если раньше мы говорили, что это вторая армия мира, если раньше мы говорили, что это второй по мощности морской флот, то какое бы место вы сейчас российскому флоту дали бы? Ну, действительно, после того, что произошло, флот стал намного слабее, естественно, и физически, и морально. И перспективы у него тем более грустные, скажем так, печальные. Потому что обновление новыми кораблями ему не светит. Строятся в основном корабли малого, среднего водоизмещения. И это очень медленно, долго и с разными задержками. Потому что, в первую очередь, это вызвано санкциями, в том числе, со стороны Украины и Германии, которые прекратили поставки газотурбинных установок и дизельных двигателей, что очень важно для кораблей класса «Корветт». Несколько программ сразу же были заморожены. И постройка фрегатов, например, которых они планировали построить, то 15, то 10, то 8, остановилась на трех единицах и пока что пробукшовой. Потому что, если турбины они смогли все-таки возобновить производство, ну, в свое время, с переданной Украиной документацией, то дизеля заменить на китайские, либо на российские не получилось. Они оказались не такими, как надо, и поэтому серия кораблей, в том числе «Корветтов» для Черного моря была, скажем так, прекращена. Это типа малых ракетных кораблей и так далее. Это в количественном отношении очень сильно уменьшает возможности, ну и в качественном в том числе. Как выход российский флот идет по пути модернизации того, что у них уже есть. Ну, это тоже выход, такое решение временное, потому что, ну, на старый корабль поставить те же калибры, ну, это временное явление, скажем так. Ну, и, в общем-то, оно особенных преимуществ ему не дает. Ну, вот так. Владимир, давайте уточним по адмиралу Кузнецову. Я напомню, что в Мурманске ремонтируют этот авианесущий крейсер адмирал Кузнецов. В четверг было возгорание, жертв не было, там локализация пожара произошла на шести квадратных метров, 20 человек эвакуировали. Да, спасибо, коллеги. Вот сейчас наши зрители видят, что же происходило на адмирале Кузнецове. Адмирале Кузнецове, как очень сейчас пишут в социальных сетях. В 2016 году глава общероссийского движения поддержки флота Михаил Нинашев говорил, что, в принципе, в начале 2000-х адмирал Кузнецова вообще планировали продать за границу как металлолом. И тогда, то есть он уже был, в принципе, не нужен, я так понимаю, не релевантен для российско-военно-морских сил. Зачем тогда сейчас, в 2024 году, должна, кстати, закончиться ремонтная работа над, должны, это, наверное, самое главное слово, над Кузнецовым. А зачем Российская Федерация, первый аспект, вот настолько устаревший авианосец? И второе, стоит ли, скажем так, экстраполировать состояние Кузнецова на весь Черноморский флот Российской Федерации, о доктрине которого мы поговорим чуть позже? Ну, во-первых, авианосный крейсер, как он правильно называется, это не авианосец, в принципе. Он у них единственный, как бы символический. Если они и его еще продадут на стол, то это будет уже практически целое направление будет ликвидировано. Они и так распродали с момента распада Союза, все, что у них было на воде из этого класса кораблей. Ну, здесь они планируют заменить истребители на МиГ-29К, менее, скажем так, тяжелые, как Су-33, который сейчас есть. То есть он сможет брать их в большем числе, ну и перевооружить там по возможности электронику. Ну, все это у них получается с трудом. И более того, корабль сам по себе старый. У него старая энергетика, старая электроника практически. Но сделать из него новый, это легче построить новый корабль. А построить они не могут, потому что нет денег, нет возможностей, нет кадров, нет, ну вообще технологий, ничего нет. Все это осталось в прошлом, поскольку эти корабли строились в Николаеве в свое время. Ну, вот как-то так. И поэтому они его символически держат, ну что будет он идти, он выходит, на нем постоянно котлы выходят в строй. Из четырех котлов один ушел, значит скорость меньше, значит самолет взлетать может с частичной загрузкой, а то и вообще без боевой нагрузки. Ну, вот и все, вся его ценность. На форуме армии 2018 в России был представлен легкий многоцелевой авианосец «Шторм-КМ» проект. В 2015-м был макет тяжелого атомного авианосца проекта 23-300 «Шторм». В 2019-м году РИА Новости писали, что Крыловский государственный научный центр готов к разработке «Шторм-КМ». Оставалось только дождаться контракта с Минобороны. К чему я? Помните, вот буквально летом этого года была изменена морская доктрина Российской Федерации. И одной из главных задач, я так понимаю, на следующие годы это строительство авианосца. С вашего позволения зацитирую новую редакцию морской доктрины. «Приоритетами национальной морской политики на Тихоокеанском региональном направлении является развитие на Дальнем Востоке современного высокотехнологического судостроительного комплекса, предназначенного для строительства крупнотоннажных судов, в том числе для освоения Арктики современных авианесущих кораблей для военного морского флота Российской Федерации. В условиях ограничения санкционного давления, просто хочу, чтобы мы здесь акцентировали внимание на тех технологиях, которые необходимы для построения авианосцев. Насколько реалистично и реально вообще в Российской Федерации могут диверсифицировать вот эту сферу, импортозаместить, скажем так, необходимые компоненты для постройки авианосцев? Ну, все правильно, но дело в том, что все эти проекты, они бессмысленны без наличия производственной базы. Производственную базу они оставили в Украине, в городе Николаеве, в бывшем черноморском заводе, который сейчас перестал существовать, и для нас, к сожалению, тоже. Вот то, что они говорят в доктрине, это нужно на Дальнем Востоке построить целый комплекс, для этого нужны люди, для этого нужны кадры, инвестиции, технологии, всего этого у них сейчас нет. И даже если найти деньги и каким-то образом построить, ну, сам завод, его надо насытить оборудованием, которое нужно закупить, которого тоже им никто не продашь. Более того, кадры нужны, кадров у них тоже нет, Дальний Восток у них, ну, скажем так, малолюдный регион, который нуждается в пополнении населением, скажем так, а не только кадрами. А там этого всего нет, все это отсутствует. Ну, вот так как-то, поэтому это маловероятно, в ближайшее время тем более. Владимир, ну вот при этом, да, и вы говорите о том, что нет производства, способного создавать корабли нового поколения. Говорят эксперты о том, что нет возможности даже создать советские фрегаты, то есть тех времен. Но вот переключить, может ли, они сейчас, по сути, да, переключились на строительство малых кораблей. При этом Путин, выходя к прессе, говорит о том, что военно-промышленный комплекс работает, мы тут новое вооружение у себя создаем. В сотрудничестве с другими государствами, если мы говорим там о вооружении, да, если мы говорим там о поставках дронов со стороны Ирана, Северной Кореи, сотрудничества, то именно в плане морского флота помочь могут ли союзники Российской Федерации? Ну а какие у них союзники у Российской Федерации? Кто и Белоруссия поможет, а мне не поможет? Кто у них еще остался? Больше у них нет союзников никаких. Что касается, вот мы вернемся к авианосам и вообще большим крупным кораблям, у России нет, все заводы это старые советские заводы, а в некотором смысле даже еще и дореволюционные еще остались предприятия, которые были. Недаром они в Крыму первое, что сделали, начали, прихватизировали наши строительные предприятия в Керчи и Феодосии. И именно в Керчи, там где есть док, большой док, где строились танкеры и навалочники, они начали строить вот свои корабли и сейчас строят. Это не от хорошей жизни, потому что у них так вот все, у них это плохо было и до того, как они на нас напали, а сейчас, тем более, в том же Крыму, вот эти украденные заводы, там строятся два вертолетоносца, на закладке которых присутствовал лично кремлевский диктатор, который много обещает, у которого все идет по плану, но план, видимо, он имеет в виду план не свой, наверное, когда он говорит, что все идет по плану. И вряд ли все это будет построено, вряд ли все это говорить, как бы это не мешки, как в той поговорке, не мешками ворочить. Вы знаете, это любят очень сильно делать, скажем так, в российском руководстве. Напомню нашим зрителям, что на этой неделе корабли военно-морского флота России и Китайской Народной Республики провели совместное учение в Восточно-Китайском море. Представлены от России были ракетный крейсер «Варяк», осминец «Маршал Шапошников», два корвета Тихоокеанского флота Российской Федерации. Китай же направил на учение два эсминца, дизельную подводную лодку и ряд других кораблей. В маневрах также участвовала российская и китайская авиации. Основное целючение, как говорили тогда представители Минобороны России, укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Так, слово тому, а кто же, возможно, мы сейчас ни на что не намекаем, может помочь России в плане технологий. Недавно что-то произошло в Черноморских бухтах, вы знаете, в Крымских бухтах, был взрыв, поврежден один из также кораблей российской флотилии, говорили о морских дронах. После этого в Украине, видимо, увидели вот такую эффективность морских дронов, которые могут поражать российские корабли. И под эгидой президента Зеленского была запущена программа по сбору средств на целый флот морских дронов. По вашему мнению, может ли вот такая флотилия, в случае ее масштабного реализации, заместить Украине, во-первых, необходимые корабли, потому что Украине в будущем, после победы в войне, которую развязала Россия, наверное, все-таки они нужны будут. Но на данном этапе. И какую опасность представляют маневренные дроны для кораблей российского Черноморского флота? Ну, дроны, скажем так, а правильно назвать их будет беспилотные, безэкипажные скоростные катера, это всего лишь вид вооружения военно-морских сил. Это не замена катерам, кораблям и так далее. У каждого из них своя ниша в вооружении, каждый решает свою задачу, как на суше танки и ВТР, например, каждый решает свою задачу. И точно так же на море в нужный момент используется нужное, необходимое в данных условиях вооружение. Да, это оружие, которое, в общем-то, имеет перспективу. Да, оно впервые нами было сейчас озвучено, вот как вариант пополнения. И, вероятнее всего, у нас есть все, что нужно для того, чтобы производить это дело серийно. Наличие такого вооружения, я вам скажу, и впервые применение его в комбинации с воздушными беспилотниками, это уникальная сама по себе операция, но это отдельный разговор. Наличие такого оружия позволит в случае проведения операции по блокированию блокады Крыма, освобождению Крыма, позволит блокировать порты, подвозы, эвакуации и так далее. Но более того, если мы выйдем сейчас к побережью Азовского моря, мы можем перекрыть судоходство, а там ни много ни мало, более полутора сотни судов ежедневно ходят по Азовскому морю на экспорт туда, на выход и на вход. То перекрыть в районе Киржевского полива, в общем-то, ну, создает достаточно большие проблемы для российского судоходства, в принципе, не только для военных кораблей. А это удар по экономике, напомним. Ну, вот как-то так. Это новый вид вооружения, да, он нужен, он все это самое. Но заменять именно дронами вообще флот как таково, это, ну, не совсем правильно. Владимир, вам спасибо за ваш анализ. Напомню, что Владимир Заблоцкий был с нами на связи, военно-морской эксперт, обозреватель издания «Дефенс Экспресс». И напомню, что в Минобороны Российской Федерации сам министр обороны России, господин Шейгу, он заявил о том, что Минобороны намерены развернуть в Мариуполе пункт базирования судов обеспечения своего военного флота, и также в Бердянске якобы могут появиться также флотилии, часть, по крайней мере, кораблей России, то есть в Донецкой и Запорожской областях Украины. Да только напомню, что как и порт Бердянска, так и порт Мариуполя находится под огнем украинской артиллерии, и вряд ли корабли, которые, возможно, туда прибудут, могут долго прожить от момента прибытия, ну и до момента возможного отплытия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!